А я могла и не проверить Я бы тебе напомнил Ладно, пойдем Окей, чекаемся, да, тогда Ты без наушников, все же, не нужны, правильно, наушники? С наушниками как-то так, это... Да, тебе? В атмосфере, что ли? Не, можно без наушников, нормально, я все не знаю Если надо, вон, там, вон, иначе, вкладись наушников Что, взлопимся немножко, а так? Так я уже говорил о том поводу, что тут в углу мне место Мы же стол подвинули немного Витапися, да? Мага морально меня выдавливает А ну? Один, два, три, один, два, три Ты можешь тоже сделать такую ретунку, если тебе надо Это радио какое? Киев Киев Один, два, три, один, два Смотри, я бы начала... начала, начала Я разговариваю украинскую, а ты, как тебе комфортно? Я тебе буду представлять, как прозерта багаторазовый чемпион параллельмпийских игр А я понял, вот, примерно, в каком расстоянии до 100 метров 10-12 метров Поговори, пожалуйста, что ты в микрофон Один, девяносто два, двенадцать, пятьсот тридцать шесть Нормально? Да Хорошо Какой же свой голос противный, кажется, наушник от сына Привыкай Ну да, оно так уже слышишь, и оно, конечно, немножко раздражает Окей, я когда буду поднимать пальчик, это мы уходим на рекламу Ну, будем отступать Привет всем, спортивный четверг, 20-та вечера З вами я, Надя, вас на шоу И еще спорт, плавание Сьогодни мой гість, это Олексей Фуглін Олексей, я извиняюсь Федина, Ина, правильно? Всем привет, спортивный четверг, 20-та вечера З вами я, Надя, вас на шоу Олексей Федина, призер та багаторозовый чемпион параолімпийских игр Привыкай Здравствуйте Слушай, ну я дуже чекала нашу зустріч Дуже-дуже багато готувалася И, знаешь, я тебе только что сказала, что ты чемпион из параолімпийских игр Но когда я первый раз на тебя посмотрела, я вообще не понимала, почему прикол По типу, красивый, молодой, все идеально выглядит Цело бомбезное, обличчя красивые Думаю, где тут казус? Ну, извините, что тут не то? Ну, потом же, когда я начала вивчать, я зрозумела, что есть особенности с зором, правильно? Складности, так сказать Да, ты не одиноко в этих наблюдениях, мне действительно задают эти вопросы Потому что, наверное, люди просто привыкли, что параолімпийская сборная Люди должны быть либо на коляске, либо у них отсутствуют конечности какие-то Либо нарушения с опорно-двигательным аппаратом, но они задумываются о том, что могут быть и другие проблемы со здоровьем Связанные со зрением, со слухом в том числе И вот одна из этих проблем как раз у меня со зрением Слушай, ну давай повернемося у дитинство Насколько я помню, твой дедусь наполягав на том, чтобы ты занимался плаванием, правильно? Почему именно плавание и почему именно он? Он уже имеет отношение к плаванию, к спорту или просто за много? На самом деле у меня спортивная семья и родители мастера спорта по легкой атлетике Все мои дедушки и бабушки, они так или иначе занимались многими видами спорта Да, непрофессионально, но в то время было очень модно устраивать разные всесоюзные соревнования Соревнования внутри каких-то коллективов В частности мой дедушка выступал в соревнованиях, связанных с выступлениями на своем заводе И прививал любовь к спорту с самого рождения, можно сказать И он же первый меня научил плавать Мы не ходили в бассейн или еще куда-то Мы ходили просто в речку, просто в пруд, в озеро, в море Там он мне показал азы плавания, как держаться на воде, как плавать разными стилями, как правильно дышать И я к нему ездил на каникулы Каждое лето родители меня отправляли на 2-3 месяца В на то время он жил в Одессе И когда я возвращался домой осенью на учебу Дедушка в полуприказном порядке, наверное, сказал мне, что ты должен записаться в секцию плавания Все, дедушку ослушаться я не мог, поэтому, вернувшись домой, первым делом я повел родителей в бассейн Тобто ты реализовал дедуся Мрию, так сказать? В это время я не задумывался, мне действительно было интересно, мне интересно было, что такое водная среда Мне дедушка как-то смог так преподнести, что я не испугался, не начал там тянуть Знаете, многие, я слышу многие истории, как выплывают на лодке, выкидывают детей из лодки Или доплывешь, или выполнешь, да У меня такого абсолютно не было, все прошло мягко, весело, в игровой форме И от плавания у меня остались приятные впечатления Да, это был импульс, знаете, только в начале После я уже не задумался о том, кто меня привел, какие мне указания дали и так дальше Дальше я уже самостоятельно хотел совершенствоваться в этом виде спорта Ну я памятаю, я, до речи, також починала з плавання, це одне з напрямків, да, было И мои почуття были такие, я не помню, десь в Киеве намівках, десь там, в басейне И у меня тренер поставил воду, и там же, как в басейне, и дальше, 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 все глибче, 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 ну и все, глибоко И он мне сказал, ось ты иди, допоки, ну, совсем вода тебе не накриет А я така, ну, тренер сказал сделать, ну, нужно сделать, а мама еще и памятает, она в балконе стояла И я иду, а вода выше, выше, уже до шиї, уже до носа дійшла, и я понимаю, что все, я уходжу под воду, и только бульбашки, пульк, пульк А я думаю, а тренер уже не сказал, стоп, он сказал, иди, и ось я все уже под водой намагаюся идти И тут чувствую такая рука, хоп, и меня с водой дістала, и он такой, все, будешь плавать, то ты, можно, тест пройшла Ось у меня такие, такие, згадки, а тебе в детство, что запамяталось больше с тренувань Ну, что касается такого первого впечатления от бассейна, меня привели в бассейн, и тренер возле этого, возле лестницы, с которой вылазил Он говорит, вот, ныряй, делай пузыречки там, да, выдыхай воду там десять раз Я раз, выдох, ну, там, два, три, там, десять, ну, тренер, ну, что мы делаем, ну, где плавание И говорю, вот, я хочу вместе с ними на вторую и третью дорожку, там спортсмены достаточно быстро плавали, мне это так нравилось Я говорю, я хочу вот вместе с ними плавать И тренер сказал, так, стоп, не спеши, к ним мы попадем обязательно, и у тебя задача их догнать и перегнать На то время мне казалось это чем-то невозможным, потому что они мне казали, мне казалось, что они плавают быстрее, чем бегают, быстрее, чем мотоциклы, наверное, ездят Они с такой скоростью носились, что, наверное, я никогда в жизни их не обгоню Слухай, ты и просист? Да Чому? А как вы выбираете, так сказать, технику плавания? Насколько я понимаю, если ты там плывешь брасом хорошо, то все другие направления, они также хорошие, но это уже не тот хайлевел, который у тебя есть в плавании брасом, правильно я понимаю? То есть вы выбираете один направл и его бомбите до боки Ну честно, бывает такое, что спортсмен выбирает себе какой-то стиль плавания, но ввиду того, что он взрослеет, ввиду того, что он растет, у него мышцы становятся более такими, я называю их более мужицкими, да? Они меняют свой стиль плавания Порой даже несколько раз меняют дистанцию проплывания, например, они думали всегда, что они были спринтерами, но на самом деле им хорошо заходят там длинные дистанции В моем случае такого не было, я сразу поплыл и тренера сразу увидели мои способности в брасе, мне практически даже учить не нужно было, как толкаться ногами, как вести руками И мне кажется, по-моему, да, на первых же соревнованиях я заявился на дистанцию именно браса Ну как-то самоинтуитивно получается, мы же соревнуемся на тренировках друг с другом, ты видишь, как кролисты плывут, ты видишь, как спинисты плывут И если ты отстаешь, то нет смысла выставлять эту дистанцию на соревнования У меня очень брас хорошо получался и я дальше развивался в этом стиле плавания Хотя, знаете, на соревнованиях международного уровня я выступал разными стилями, в том числе и комплексным плаванием, где все стили собраны в одной дистанции Неплохо получалось, но брас всегда оставался любимым, я просто даже по ощущениям чувствую, что это мое Слушай, бачишь, я чомусь ранее думала про то, что, ну, например, из моего досвяда в гимнастике есть там Мы выступаем с мячем, с какалкой, булавой, стричкой, обручем, да? Мы с всеми предметами выступаем и где ты можешь в финале выйти только с одним предметом, где где-то есть Это вообще за суммой всех видов выступа, я думала у вас також Потому что вы плывете разными стилями плавания, а потом уже там финал, например, только с брасом или с кролем А виявилось, что нет, ты берешь одну дистанцию, например, твою любимую дистанцию 50 метров, короткую, правильно Выбираешь брас, и все, тренуешься в этом направлении и выступаешь и ездишь по змаганиям Выключно с этой дистанцией, с этим стилем плавания, правильно я понимаю? Да, на самом деле все правильно и хорошо подмечено было в количестве плывания дистанции в количестве метров Потому что раньше еще спортсмены распылялись, например, если это брасисты, они могли спокойно заявиться на 50 метров, 100 метров брасом и 200 метров Это максимальная дистанция в брасе, что существует То сейчас подготовиться на дистанцию 50 метров и 200 метров брасом, это прям из ряда вон выходящий случай Такого я уже очень давно не видел То есть сейчас спортсмены персонализировано тренируют конкретную дистанцию Ну знаешь, мне это нагадало, когда несколько недель назад до меня приходил шеф-пилот Денис Федотов И он сказал, как и ты сказал, что самое главное это первые секунды, когда ты начинаешь взлетать Потому что нужно сначала взлетать, а потом, если ты не взлетал правильно, то можно дальше не взлетать Правильно? Это твоя речь Да, это моя фраза из другого интервью Я не помню, где это сказал, но да, было такое Могут просто добавить, что действительно оно всегда так, знаете, как год там начнешь, так его там проведешь Не знаю, там, как проснулся, с какой ноги встал, так он и пошел этот день Точно так же и в спорте, точно так же и на соревнованиях Какой старт ты сделал, какой первый грибок ты сделал, от этого зависит не только время твоего проплывания Даже настрой, с которым ты плывешь Когда ты прыгаешь в воду, и ты ощущаешь, что ты уже прямо сделал все хорошо И дальше главное не запороть У тебя даже поднимается настроение И ты плывешь намного быстрее остаток дистанции, хотя впереди еще 95% этой дистанции Но когда что-то не получилось, где-то задержался на старте Или, например, слишком глубоко вошел в воду Или первый грибок где-то смазался То ты уже думаешь, прям вот, споткнулся на старте И это такая мгновенная мысль, там, на сотые, какие-то там, на две десятых секунды Но она тебе чуть-чуть может настроение сбить За этим тоже нужно уметь работать, конечно, но наблюдения такие и есть Слушай, а ты знаешь, что мне напомнишь? Ты только что сказал, что это на долю секунды, да, вот такое, ну и до разочарования И у меня, знаешь, какая была проблема? Когда вот так спочатку выходишь, там на по мост, начинаешь выступать И там, хопа, сразу мяч твой кудись вылетает И у меня эта думка в голове все лаже, ну хочется вбить И она такая глубокая, величезная И мне кажется, что я на килиме стою уже очень долго и ничего не делаю А на самом деле мне потом тренер говорили Но она даже не пометна Это в голове такая величезная драма Что даже дальше мне хочется уже выступать Все, хочется хрест поставить и просто пойти за змагань Да, и ровно за эту сотую секунду или десятую секунду тебе нужно принять решение, чтобы не уйти никуда И на самом деле это тренируется в процессе тренировок и соревновательной деятельности, как бороться и с такими ситуациями тоже Они не только в спорте случаются, они и в жизни случаются с нами Гарет, расскажи трешечки про параолімпійський цвіт, правильно? В тебе там вади зору И как ось це правильно вимиряти ось ту На змагань, да, когда вы выезжаете Ну я не знаю, так вибачу, воно может грубо звучать, да У кого гірший зір, у кого ліпше Ось правильно вимиряти цей рівень Щоб обрати, хто виступає в цих кваліфікаціях, хто в ті Ну чи як там воно у вас вимирюється И все определяється Да, расскажу немножко про параолімпійський мир И его правильно, кстати, называть параолімпійський Паралімпійський? Да, не параолімпійський, а параолімпійський Это связано с символикой, названием и так дальше То есть нельзя воровать названия, поэтому олимпійськие игры они уже запатентованы Так же, как пять колец олимпійських, они запатентованы у параолімпійських соревнований Есть своя символика, там три такие, как бульбашки, что ли Да, параолімпійський Да, правильно, параолімпійський Объясню Мы выезжаем на соревнования Уже пройдя в Украине классификацию Но я не буду на ней останавливаться Я, наверное, становлюсь больше на международной классификации Мы приезжаем на международную классификацию Где с многих стран аккредитованные врачи-специалисты Они смотрят каждого спортсмена, кто в каком классе выступает То есть если там в опорно-двигательном аппарате Они просто меряют, например, соотношение остаточного Например, руки-ноги и всего тела остального И они могут определить тот или иной класс То со зрением там примерно то же самое В моем случае, например, отсутствует средина сетчатки глаза в обеих глазах Это является основанием для попадания В моем случае это там С-12 класс так называется И они проводят осмотр Как визуальный, точно так же, так и с помощью аппарата Проходит там томография сетчатки Есть фаг такая Фагг Не фаг Фаг Да, такая называется процедура Когда тебе там в вену вводят специальную краску И потом фотографируют твою сетчатку То есть этот пигмент, он выражает Ну, больше Выражается яркость, да? Больше Подчеркивает какие-то проблемные места Специалистам, наверное, более правильно эти термины скажут Я просто скажу, как я это видел, так и как я это знаю И по остаточности зрения распределяют, кто в каком классе То есть по зрению, на самом деле, есть три класса, да? Тотально незрячие спортсмены Которые Вообще не видят ни одним, ни вторым глазом Второй класс, это Когда один глаз полностью не видит И второй имеет поражение, которое позволяет это выступать То есть это, ну, это не Это не проблемы с Крусталиком глаза Это не проблемы с мышцами там глаза Это не то, что можно исправить Лазером или какой-то терапией Это те вещи, которые неизлечимы То есть это проблемы с нервами Это проблемы с сетчатками Ну, только пересадками сетчатки, возможно Ну, на данный момент Это единственный метод, который можно мою, например, проблему избрать И третий класс, это когда у тебя два глаза Имеют определенные поражения, но не тотально незрячие И все, то есть перед каждыми измаганиями вы проходите вот эту медическую экспертизу Вас там вымеряют, бла-бла-бла Ну, не перед каждыми измаганиями Не перед каждыми Там все на рассмотрение специалистов Они могут дать тебе, например, на два года или на год Или там на четыре года Они смотрят на поражение и смотрят, насколько эта болезнь может прогрессировать Потому что сейчас они могут дать тебе второй класс Но они понимают, что через год или через два Ты можешь полностью следовать И тебя переведут в следующий класс, поэтому тебе там дают, например, на год или на два И смотрят на динамику З багаторазовым чемпионом пара олимпийских игр, Алексей Мпедимой Говоримо, почемося за две хвилинки, у нас перерва Можно я это перепишу, что-то зашмякало, зачвякало Вот это вот, почемося А? Ну, ты же не слушаешь, понимаешь Хорошо З Олексей Мпединою, призером пара олимпийских игр Говоримо прямо сейчас У нас коротенькая перерва Почемося за две хвилинки Отлично А можно нам кондиционер? Чуть-чуть не жарко Жарко, да уже? Не жарко Спасибо Хорошо 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 Отлично Тихо, куда ты полетела Машечка моя Я включу наверх, оставишь, хорошо? Хорошо Усю Знаешь, когда мы тренировались в Борне, у меня было полное ощущение, что нас тоже готовят в пара олимпийский вид спорта Потому что над нами и так знущалось Ну просто так знущалось Ну что просто вот реально У нас спорта тренировалась Это Киевская Киевлянка, да Всегда Всегда, да Потому что наши девчонки с интерната с этого постоянно помнят Утром ушли и еще раз И шли Даже такие уже Ну в столовую даже приходили У нас заявки были Покушать оставьте И в 8 часов они придут Да, да, да Я думала Мы уже там в дискотеку идем Все Все Оп Покушки пришли Ничего себе Шпровки Ну вот так оно всегда и было Вот я одна из немногих, кто там киевлянок и была Я годунков, весомого, все И как бы особо никого не было Все страны интернатовские были Ну эти девчонки старше, правда, не мы Вот Но над нами измывались по полной Потому что я помню даже там атлеты, спортивники Как говорится Это жизнь была В тот же спортинтернат я особо никогда не приходила Но иногда там знаешь, что с девочкой в какой-то выходной там Как-то да Или почему-то там Я не знаю Глаза чудо произошло И там тоже какие-то, знаешь, хочется сказать Вы там всю жизнь живете А мы У себя в комнатах Я у себя дома А не там Ну какой-то Ну да Интересная такая штука Ну у вас же такого нету Ну у вас какое-то человеческое отношение Нету конечно Абсолютно такого нету Ну да Тяжелые тренировки Мне даже не хочется Дискотека Дискотека Ну все, я отдохну Не-не-не Ну такое Ну это больше Тебе дают свободу Ты говорят Можешь идти, можешь не идти А когда тебе дать, например, сказать Ну все, иди на дискотеку Ты такая Стоп У меня там на 7-8-9 Там на тренировку Да-да-да И сейчас на дискотеку Это такое разваренное Там приду Меня там еще ломать Там буду весь день Да не, я посплю Это твое решение Ты такая Все, класс Это я Я свободный человек Да Так Хорошо Вот так Тогда продолжаем Про соревнования Сейчас попробую вспомнить Какое-то там Самое первое Главное соревнование Какие-то там свои Эмоции Там переживания Ну я подведу А ты ответишь No problem Мы повернулися у Надя Вас на шоу Олексей Федина Призер Та багаторазовый чемпион Паралимпийских игр Склавлення Говорим про паралимпийский Свит и змагань Ось Коли ти готуешься до змагань Та Ти одразу готуешься З метою Будьте первым Чи в тебе мета Ну Зробить Якісно свое дело Правильно Там я не знаю Швидко Паралимпийский Все Наверное так Спортсмен должен выйти Как гладиатор Говоря Да Действительно Ты психологически И разные способы Подхода К соревновательной деятельности Перепробовал И Пришел к тому Что Любая методика Хороша Все помогает Если ты выходишь на старт С Мыслями о том Что ты победишь всех соперников Что ты будешь первым И все такое Это хорошо Но Если ты выходишь С мыслью о том Что все соперники Слабые Ты настолько крутой Что Всем капец И по любому ты выиграешь Это не совсем правильно Потому что Соперники тоже готовятся Они ориентируются Не только на твой результат Они ориентируются На результаты Мирового уровня Они тоже хотят Побить мировые рекорды И тоже хотят Выиграть И точно с таким же настроем Выходит То есть недооценивать соперника В ни в коем случае нельзя Что произошло со мной Кстати в Рио 16-го года Точно так же Очень хорошо на меня Работает негативная мотивация Когда Ко мне подходят И говорят Что ты не сможешь Ты не проплывешь Ты там плохо подготовился Ты там Ничего у тебя не выйдет Или соперники наоборот Чересчур уверенные в себе Ходят Даже не словами А своими действиями Показывают Что вот сейчас Они победители Им осталось только Ну просто подождать Немножко И забрать свою медаль И все А так они уже победителями ходят Меня это Меня это подстегивает На самом деле Но как ты правильно уже Подметила Пятьдесят процентов Настроя Это Реализовать То Что ты уже Натренировал То Что ты уже подготовил Для своих соперников На тренировке И не только на тренировке Это ж Годы Просто там В моем случае уже Десятилетия подготовки Это и опыт Который Есть Это и силовые Какие-то показатели Показатели там Координационные И так далее Что ты их развивал И вот Пришло время Показать их И соперникам И миру И самое главное Себе Вот таким примерно Настраем Я вихожу Хорошо Мы радуем Дуже Когда мы выграем Да Перемагаем Но не все Навчалися Програват Вот как В тебе с прогрошами Абсолютно нормально Потому что Когда я начинал свою Спортивную карьеру Я далеко не был Первым Всегда И На любом уровне То ли это были Соревнования Внутри бассейна То ли это были Соревнования На чемпионатах Украины Я приезжал с 136 местом Я приезжал с 85 Но Я кайфовал от того Что На следующих соревнованиях Я приехал с 46 И подумал Ого Это уже в два раза лучше Потом 13 Потом в десятку попал А когда первые разы Ты попадаешь в призы Ты думаешь Ничего себе Я просто Ну как Выше головы Кажется прыгнул А твои соперники Уже расстраиваются Только из-за того Что они там не побили Очередной юношеский рекорд Украины Или еще что-то Ты вспомнишь Ты вспомнишь Свои первые соревнования Отчутки Тоди Когда ты пишешь На тебя уже тренер смотрится Вон Поляга На тебя Что ты зараз Який результат Покажешь Тут 86 Ну Как оно там было На самом деле Скажу вам так В основном Все мои соревнования Не были с каким-то С каким-то Ну Объясню правильно Тренер не был настроен На то Что я там сейчас выйду Там и разорву всех Почему-то Вот Ну Так получалось Что тренера не особо там Верили в Мои успехи на соревнованиях И мне нравилось их удивлять Мне нравилось видеть их реакцию Уже после соревнований Когда они проходили успешно Когда я был 86 Но мне никто Никакой надежды Там не Возлакал Просто Ну Проплыви Вот Улучшишь результат Хорошо Молодец И все И Первые соревнования Это вот Детские соревнования На несуществующей дистанции Там 25 метров Брасом Это новогодние старты были И там я проплыл Просто грубо говоря Продоплыл до конца Да И слава богу Да Я их выиграл Несколько соперников Может 4 со мной плыва И получил за это там Шоколадку и грамоту И Мне настолько это понравилось Мне настолько понравилось Получать вот Какие-то призы Подарки Поощрения И похвалы там И от родителей И от тренеров Что мне захотелось больше Мне захотелось Еще грубо говоря Эти шоколадок Потом оказалось Что родители Просто скидывались На эти призы Да Это как наисно учить Дед Мороз Да Можно и так сказать А что касается Уже более серьезных соревнований То вот как-то так Получалось Что у меня до Юношеского Чемпионата своего Европы Все Как-то на последнюю ступеньку Паровоза Запрыгивал Потом меня там В училище физкультуры Не хотели брать Потому что ну Чересчур слабо плавал И Были лучше там Эти Были лучше спортсмены Которых можно было брать Ну ладно Вот и потренируйся Вот здесь Потом там В другую бригаду Я хотел перейти Плавательную Чтобы Улучшить свои какие-то там Показатели То же самое Там одни мастера спорта И мастера спорта Международного класса Я там с первым разрядом Ну пришлось там за полгода Грубо говоря Я там выполнил Того же мастера спорта И оно все как-то так Последний момент Последний момент Последний момент И на чемпионат Европы Тоже я попал вот за две недели До чемпионата Европы У меня даже загранпаспорта не было Настолько не верили меня Ни тренерам Ни федерация Ни даже я сам Что я могу поехать На такой чемпионат Европы И тренер даже Мне было тогда 16 лет И Тренер когда отправляли Он не ехал со мной На чемпионат Европы Он удивился Что я отобрался И он просто сказал Ну проплыви не хуже чем На чемпионате Украины Да и все в принципе А я в отпуск пошел Это лето было И все И Тут в финале Тоже такая забавная наверное История Тоже кстати Один из элементов Которым можно пользоваться Когда ты настраиваешься На соревнования Ну в общем Забегу наперед Я попал в призы И мало того Я чуть ли почти выиграл Еще и там Под рекорд Европы проплыл И Каким образом Это получилось Как мне кажется Я попал в финал Последним И Когда я Ехал на соревнования Все мои соперники Все мои там Коллеги по Сборной Они как-то То ли мандраж То ли что Все раньше поехали на разминку Это было в Будапеште И Я думаю Ну чего Время не ищу куча То есть Я успокоенно успеваю И тут я Сажусь В этот автобус Который спортсменов везет Я там чуть ли не один Нахожусь И Бассейн находился Знаете Там в Будапеште Стоит Будда И там Пеш На другой стороне А бассейн ровно посредине Ну то есть Он там как на острове Таком И мы попадаем В такую жутчайшую пробку И У меня начинает все Внутри играть Я думаю Как Это же чемпионат Европы Ну то есть Это же не чемпионат бассейна какого-то Я же не могу опоздать на разминку там И Вот уже мы подъезжаем К бассейну Я выхожу с автобуса Бегу в бассейн И слышу Как Судья Свистит о том Что власти все с бассейна Потому что начинается соревнование То есть Я в шоке Думаю Как я без разминки Вот через там Сорок минут у меня уже старт Я не размят И буду Буду плыть И В тот момент Мне как будто бы там Ну что-то пересчелкнуло Знаете Как Такая Максимальная собранность появилась Я подумал Так стоп Все Ну хуже уже не будет Надо найти какое-то решение Потом там оказалось Что рядом есть Пансионат Который Который Ну такой Купаческий бассейн В котором можно было Чуть-чуть похлюпаться Чуть-чуть там размяться Хоть каким-то образом Я пошел туда Немножко поплавал Вышел Одел гидрокостюм И все Я выхожу И думаю Ну все Ну не то что там Проиграл заплыв Но это Мой фейл Мой фейл такой Эпик фейл Ну хотя бы в финал попал Тренер уже будет удивлен И Ну даже все Кто Меня знает Уже будут удивлены И Тот момент что я Последним попал в финал Тоже сыграл свою роль И подумал Ну хуже не будет Максимум там Будут таким же Восьмым А может быть и седьмым А может быть и пятым Каким-то Если там на одну десятую Где-то лучше поворот сделаю И Когда я выходил уже на финал У меня уже не трусились руки Потому что Предварительные заплывы Это первые международные соревнования У меня трусились руки Я не мог очки надеть Я их там с третьего раза Одевал Настолько они там Ну трусились И неправильно Прилегали к глазам И Вот это вот ощущение Того Полной какой-то такой вот Уверенности Полной такой Ну чуть-чуть слегка Даже пофигизма Какого-то Мне кажется Сыграл тогда свою роль И Я смог Вот на то время Я считаю Я прыгнул выше Выше головы Я не был готов даже На этот результат Но я его показал Мне такое К сожалению Не удалось Потому что если ты искусственно То И Силы Еще раз прокрутил Еще раз Проплигал И какие силы Оставляешь Чтобы реально Потом вступать на соревнованиях Ну Им это нужно Многие спортсмены Многие спортсмены Они действительно Офигисты Скажем так Не выходят И у них ни мандража Ни адреналин не выделяется Ничего А адреналин Это хорошая штука То есть этот мандраж Это хорошая вещь Просто нужно правильно им пользоваться Нужно Немного дозировать Он открывает дополнительные резервы Такое бывает Иногда Что Приходишь на соревнованиях И ты как на тренировку Пришел И думаешь Ну проплыву сейчас Да и все Проплыву просто дистанцию Как обычно Сделаю свое дело Покажу всем Как я могу плыть Но Вот этого драйва Чуть-чуть Какой-то борзости Такой агрессивности Ее не хватает И тогда возможно Стоит прокрутить эту дистанцию Даже прокрутить так Как будто бы тебя там соперники сейчас обгоняют И тебе надо срочно их догнать То есть эти моменты могут работать И они приходят с опытом А наскільки важливо мати идоли Чтобы вчитися Тренуватися Розвиватися Ну и не тільки тренуватися Ну идол это такое Наверное Божественно Чему-то относится Ну да Кумиров Называем там кумиров В детстве мне кажется Это работает И причем На достаточно серьезном уровне У меня было Много кумиров Это спортсмены мирового уровня То есть ты следишь за ними Ты смотришь Как они плывут Как они тренируются Как они одеваются Как они говорят Как они ведут себя Как они выглядят Ты подражаешь Ты пытаешься быть такими же Как они Но когда ты уже становишься Более взрослым Ты понимаешь Что ты не можешь быть идентичным С ними Ты плывешь Под другой техникой Ты ростом Ты другого роста Ты другого веса У тебя другое телосложение У тебя мысли даже другие И тебе приходится искать Какую-то свою технику плавания Свои методики тренировок Свою формулу По которой ты будешь выходить на старт Формулу успеха Возьмем ее так Но для детей Для спортсменов младших Которые Они еще не знают Они только изучают этот мир И для них все в новинку Конечно же Какой-то хороший пример Это важная составляющая спорта Ну это бейтс это помогало? Мне да, очень помогало, конечно Ну я восхищался Спортсменами Которые рядом со мной Просто тренируются Рядом вот они Ты их видишь Вот прям вот рядом На дорожке Они с тобой плавают на тренировке И ты понимаешь Что это не какие-то Божественные существа У которых там Вместо ног Там окуль и хвост И они быстрее там Из-за этого плывут Ты точно так же видишь Как его только шоурубануло На тренировке Что он не смог там Доплыть до конца задания И как тренер там Возмущается Рассказывает Как он неправильно Там грибок сделает И понимаешь Что все живые люди И все могут допустить ошибки А ты можешь этими ошибками И воспользоваться Если говорить Про патриотизм Вот ты говоришь Что когда поднимается прапор Да Украинский Все стоят и слушают Спевают гимн Ты чувствуешь гордость за страну Скажите Это гордость за страну глобально Чи больше за себя За страну в себе Наверное Наверное Больше глобально Объясню почему Потому что Ты как будто бы Становишься Частью чего-то великого Мне на самом деле Вот я считаю Флаг нашей страны Вот самым красивым Герб нашей страны Тоже самым красивым Я с гордостью ее ношу Футболки с украинской символикой Еще желательно Чтобы у меня герб там Либо на спине там был Или на груди Я тогда себя чувствую Как будто бы Супермен в униформе Как будто бы Ты какой-то там Марвеловский герой Выходишь Укрмен какой-то Да Возьмем Да И на самом деле Это мне очень Серьезно помогали Научился пользоваться этим На соревнованиях Раньше когда Паралимпийская сборная Приезжала Еще наверное Ну наверное еще До того как я Начал выступать За Паралимпийскую сборную Это более выражалось Но и В самом начале Моей спортивной карьеры Паралимпийской сборной Я чувствовал Что соперники Недооценивают нас Как Как страну Да Они смотрели Ну Украина Ну какая-то Украина Часть там Какого-то В прошлом Большого государства Где это вообще находится? Маленькая там Да ну это же не Америка Это же не Германия Это не Британия То есть Как к ним относиться? Ну не знаем Ну когда-то Олимпийская сборная Начала выигрывать Реально выигрывать Чемпионаты мира Реально выигрывать Чемпионаты Европы Это там в своем виде спорта Да там в плавании Легкоатлетики И так дальше Когда во всех видах спорта Там в Олимпийских играх Да Мы начали занимать Призовые места И на нас начали Обращать внимание Начали узнавать Дим нашей страны Уже не перестали Уже перестали удивляться Тому что Там Каждое третье награждение Звучит гимн Гимн нашей страны То с нами Начали считаться Нас действительно Начали бояться Когда приезжает автобус Украинцами Все смотрят Думают Ё-моё Они все-таки приехали Да Да Если там Российская сборная Их там на данный момент Дисквалифицировали Да И они не приезжают И все рады Такие Ой классно Нету там каких-то там соперников Наших Да Хотя мне жалко Но мне нравится У меня там много соперников И мне хотелось бы Поспринтовать с ними То сейчас Мы приезжаем На чемпионат мира С какой-то Уже с какой-то городским Будто мы уже победители И когда ты выходишь На пьедестал Ты еще один раз Подтверждаешь это Ты еще один раз Напоминаешь всем Ты еще один раз Поднимаешь всех На ровные ноги Чтобы они постояли Послушали гимн Твоей страны Увидели еще раз флаг И не забыли его И никогда не забывали больше Слушай Ну До речи Да Ну Мне так Знайомные Такие Твои Витчутят Скажи Ти ось Виступаешь В паралимпийской Да В программе А не было Бажание Спробовать Себе Звичайными Спортсменами Ось Бажание Я и так пробую Я и сейчас Да Виступаю Я выигрывал Чемпионаты Украины Среди здоровых спортсменов Опана Все Пацаны приехали Вот так вот Да Было такое Ну На самом деле Даже было Для чего это работал Для просто Вообще Своей впевненности Ну Да нет Уверенности мне хватает Это просто Не всегда Ну Не всегда В начале Когда я хотел выступать И там и там Да Я приезжал на здоровье Чем надо Украины Я в предварительных заплывах Показывал Результат Который Ну потенциально будет Первым местом И Федерация Плавания Украины Не паралимпийская Не допускала меня К финалу Я Уверен на 100% Что это был Просто страх Перед тем Что просто Их будут носом тыкать И говорить Смотрите Паралимпийская сборная Выступает лучше Чем Олимпийская сборная Но мне Под предлогами Там разными Что У нас там Свои правила У вас свои правила Плавайте там Иди там Выступай В паралимпийской сборной После Этого случая Ну то есть При помощи тоже Министра На то время Спорта Внесли изменения В Правила Проведения соревнований Хотя я не знаю Ну какой смысл Какие-то Ну может там и безопасность По-перше Вони все-таки Несут За тебя Да действительно Такое есть И действительно Если например Брасом Есть такой момент Что ты должен коснуться двумя руками Как например Спортсмену Которого нет одной руки Коснуться двумя руками То есть естественно Для таких спортсмен Должны быть определенные правила Но Я не отказывался Выступать По правилам Соревнований Которые присутствуют На здоровом чемпионате Украины У меня была справка О допуске к соревнованиям Да От врача У меня были Результаты Которые Подтверждают то Что я спортсмен Достаточно высокого уровня И могу выступать На чемпионате Украины Этого в принципе достаточно Заявку Которую Подавали На Мое выступление Подавали официально С Запорожской области Я на то время Уступал в Запорожскую область И был в составе Сборной команды Запорожской области То есть Оснований того Чтобы Ну там Не допускать меня Ну не было Ну конечно Нужно прожить Эту ситуацию Да В моей шкуре И понимать И видеть глаза Людей Которые Не допускали меня И И просто Понимать Почему это действительно Там произошло Аргументировать Можно конечно же Как угодно Это все Но факт остается фактом После этого Я неоднократно Установился Золотым медалистом На чемпионате Украины На своей любимой дистанции 50 метров Брасом Которые К сожалению На программе Паралимпийских игр Нет А ты выступаешь На какие дистанции? Я выступаю На 100 метров Брасом Но любимая 50 метров Брасом Слушай Ну ты сказал Что ты выигрывал У здоровых спортсменов И для меня Мой знакомый И мы уже Поза эфиром говорили Что я выступала На проводах Паралимпийцев И один из знакомых Это Ярослав Семененко Вин Ты может знаешь его Да? У него двух Но он плавает Так плавает Что огого И я помню Что на последнюю Олимпиаду Паралимпиаду Когда он готовился Вин же готовился Вже подчас Боевых дней Он тренировался В Донецкой области В майже В зруйнованом Зале В басейне И я просто Ну когда он приехал Зі Сридлом Ну я по-перше Я не сумнівалась Что он Ну З медалью приедет Но Я не знаю Ну сценарий для фильма Сценарий для фильма Реально Она в какой-то момент За него спряталась И у него В конце Выросли руки Ну ее Зал Ревел Ну да Все плачут Все готовят Ой 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 Быстрим Ой Хотя знаешь Мы месяц готовились Где-то Все плачут Типа Типа Алло О боже Как это мило Да Ну это было реально круто Так что Вы конечно молодцы Слушай А вот получается Ты ориентируешься Больше Ну в воде и так Нифига не видно Ну то есть Ну лично Как помню Плывешь Это все вода По ощущениям То есть ты чувствуешь дистанцию И понимаешь Плюс-минус Когда уже Бортик Ну во-первых я даю Так что Ну можно в принципе Закрыть глаза И спокойно Ну недавно Ну тоже Ну так регулярно случается Ты прыгаешь в воду В очки вода У меня тренировочные очки Они Ну так более слабая резинка Там чтобы не додавливало И так дальше Раз вода затекла Ну все Ничего страшного И результаты Там может быть Одна-две десятых Там отличия есть И все Потому что ты знаешь Четко количество грибков Ты даже чувствуешь Что вот сейчас Мне идет Хорошо Все классно Я сильнее могу плыть И количество грибков Будет вот такое И все И ты бросаешь руки Четко попадаешь Так что говорить Тотально незрячие спортсмены Не прикасаются Ни к дорожке Ни к бортику Ничего Просто плывут 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 Они четко знают Что вот в этом грибке Двадцать восьмой грибок Я делаю И если его не топировать Ну топирование же есть Такая Типа удочка Ты на спине Прикосновение сделал Да Спортсмен знает Что надо развернуться Да Если ты его не стопируешь Он не врежется в бортик Он будет раз А наверное забыли И сделает поворот И плывет назад Сальто А тренер не тупи А этот А дорожку Он даже не прикасается Там просто волна бахнула Ты чувствуешь Как она отразилась От дорожки Назад тебе плечо ударилось И ты рядом с ней плывешь Все То есть это прям Незрячие спортсмены Что говорить там Про меня Которого есть Ну периферическое зрение Где левый глаз Компенсирует то Что не видит правый Правый Компенсирует то Что не видит левый Конечно если меня закрыть один Ну я без сопровождения Наверное не смогу Нормально Да там ходить Но Оно На свои какие-то есть моменты Ну вот даже Тоже чемпионат Украины Их проводят там 2-3 раза в году Я выступал там на протяжении Там 10 лет Это 30 чемпионат Из них я выиграл 5 Еще Где-то 5 Я проиграл Чисто из-за зрения Потому что ты смотришь Плывешь Плывешь Вода вот так вот И думаешь вот бортик Бросаешь руку Блин Бортик там где-то Или ты думаешь Ой я четко попадаю там Да Врезался в бортик Думаешь Ну такое очень часто было Ну кстати Свой лучший результат Я как раз показал Не попав в бортик Я думал О класс Если б я попал То в следующих соревнованиях попаду И все будет вообще четко Ну так не бывает никогда К сожалению Хорошо Два-три слова про тренерство Ну для чего это тебе Ну ты как вообще сейчас тренируешь Типа помогаешь Или ты тренируешь Часть там работы Я не знаю Больше волонтерство в хобби В волонтерстве В волонтерстве Волонтерство Хорошо Ты вспомнишь какие-то казусы? Ну казус один я вспомнил Ну да У меня лиса гурс только подрастала Говорит Вася на этом эфире Не говорите Окей И я говорю Олег пока ты сам не расскажешь Ну знаешь Там типа Там тренер что-то посоветовал Ты понимаешь Что это правильно Но ты стоишь на своем Типа да нет Я ж как бы все равно И все равно будет казус Вот Ну у меня такого дофига Собака выбежала на площадку С мячом играть И ты Ну типа Типа серьезно Типа Такого меня не учили Не готовило А было лето жарко И ну просто двери в арене Пооткрывали естественно И ну тут судьи судьи Зрители И получается вход на площадку Ну свободный Бежит Я там что-то делаю И тут я думаю Ужас И я с этим мячом Она на меня Ну в общем Короче Командное выступление началось Да Это было групповое упражнение С собакой В общем Ну ее потом Эта тетечка бежит на эту площадку Там Тузик Музик Иди сюда Собака же довольна Все хлопают Это ужасно Это ужасно У меня не было Конечно Чтобы собаки Пригали в бассейн На На Так Їдемо Далее Так что у нас там по часу Надя Надя Вась на шоу Повернулася Після реклами Багаторазовочмен Паралімпійських фигур Олексій Петина Поруч зі мною Слушай, расскажи Ти іноді тренуєш В тебе ну просто величезний досвід Ти для чого це робиш І кого ти тренуєш Також людей З якимись Особливостями Чи Звичайних Нормальных Спортсменів Ответ Наверное Вопросе Кроется Об'ясню Я В первую очередь Спортсмен Да Профессиональный спортсмен Я Тренирую сам себя Да Я езжу на сборы И В связи с этим Я не могу Совмещать Тренерскую Тренерскую практику И Жизнь спортсмена Потому что Если ты берешь уже Спортсмена Особенно Которая Хочет показать Хороший результат То Ты с ним Должен работать Постоянно А так как я там Раз уехал на месяц На сборы Приехал на неделю На месяц Опять уехал на сборы Иногда три месяца Просто могу не появиться Туда Да могу и три месяца В Киеве Тренироваться И тогда могу спортсменам Помогать другим Но вот эта нестабильность Не дает мне возможности Быть полноценным тренером Я сейчас тренирую Действительно Но это Больше хобби Это больше волонтерство Это больше Какой-то интерес Мой личный И Именно Потому что У меня собрался Большой багаж Знаний Большой багаж Каких-то Какой-то информации Которой мне очень хочется Поделиться А особо не с кем Потому что Ну мы с тренером Конечно же обсуждаем Там Других спортсменов Да Как можно улучшить Технику плавания И мою В первую очередь Да Но мне хотелось бы Свой опыт какой-то Передать Следующему поколению Да Или Спортсменам Которые действительно Хотят там Прогрессировать Улучшать Или хотя бы Просто Детям Которые хотели бы Научиться плавать У меня Больше всего Из спортсменов Это те Которые хотели Научиться плавать Это не зрячие дети Это слабозрячие дети Дети С интернатов Специальных Предназначенных Для людей С нарушениями зрения И Последние года Эти тренировки там Проходили регулярно И я выбирал время Когда мне Когда я был Более-менее свободен Это один раз там в неделю По субботам Да Мы встречались И Я передавал этот опыт Следующему там Поколению Можно сказать А держава Допомогает Якоюсь Что взагалі Держава робить Для паралимпийцев Чи для детей Яки ось Зараз Намагаются Тренуются Развиваются И да И нет Одновременно Знаете Ко мне Подходят Конечно же Не дети И Просят Научить Их плавать Или Научить их Лучше плавать В основном Подходят Их Родители И они Подходят Потому что Им сложно Найти тренера Который мог бы Взяться за Проблемного Ребенка Им сложно Найти бассейн Который И пусть От этого Ребенка Который Ничего не видит Директора Бассейна Зачастую Боятся Того Что Они могут Подскользнуться Там Где-то упасть Разбить голову И директор Будет нести Там за это ответственность Прямую Но К моему счастью Чем дальше Тем все меньше И меньше Таких ситуаций Возникает Чем дальше Тем больше И больше Информации Появляется О том Что Незрячие дети Ничего страшного С ними не происходит Они не тонут Как Их не топит Как котят Какие-то В этом Видеще Ну а что Ну просто Такое ощущение И складывается Что Ребенок Который незрячий Он прыгнет в воду И утонет И все Он же не видит Куда плыть Он не умеет плавать Хотя На самом деле Незрячие люди Они более осторожны Чем люди У которых Все в порядке со зрением Они четко понимают Что В бассейне скользко Они четко понимают Что где-то можно Подскользнуться Упасть А вода Это тоже не самая Такая благоприятная среда Для того чтобы там расслабляться То есть они будут Возле бортика держаться Они будут каждый свой шаг Там Более осторожно выполнять Чем дети Например Которые прибегают О класс Вода Класс И прыгают И все Конечно Ребенок От ребенка Отличается Но тем не менее И Благодаря Вот этой информации Что Что Ребенок Или там Взрослый Незрячий Он точно такой же Как и Как и Зрячий Все больше и больше Тренеров Появляется Которые готовы браться За таких спортсменов Это меня радует А что касается государства Конечно вот Будучи в статусе Членом паралимпийской сборной Я не могу сказать Что мы там Прям сильно В чем-то там Нуждаемся Валерий Михайлович Сушкевич Это президент Паралимпийского комитета Украины Делает все возможное На мой взгляд Для того чтобы Мы как спортсмены Чувствовали себя Ну Не ущербными Какими там Не попрошайками Да А просто готовились К соревнованиям И у нас не было Ну Особых там забот Где плавать За какие деньги там питаться Какие сборы ехать И так дальше То есть система построена Достаточно грамотная Я считаю Для спортсменов Которые Не в сборной Да Для них Тоже хорошие условия Если их можно так Корректно назвать В рамках нашего государства Построены Да Есть системы Инвоспор Которые Или своими силами Или с помощью Ну в основном Это с помощью Сил местного Какого-то управления Да Их пускают В бассейны На стадионы Они открывают Там какие-то кружки Проводят соревнования Среди спортсменов С определенными нарушениями И как-то это движение По чуть-чуть По чуть-чуть Подпитывает Нашу же сборную То есть там Спортсмен поплавал в бассейне Ну да И потом же может Орлите Хорошие результаты Начал показывать Попадает в обойму И в принципе На мой взгляд Это неплохие условия Нам с Олимпийцем Именно Вот Но Когда конечно Это касается Вот например там Глубины каких-то Или даже там Киева Центра какого-то Да Дорожка там Каждая стоит Больших денег Но спорт не может Себе позволить Арендовать эти Дорожки Просто так Никто там Детей не пускает У родителей там Может не хватать денег И так дальше И конечно же все Ну Кивают в сторону Государства И спрашивают Вот здесь вот уже Возникают сложности Но мне Знаешь что еще Подобается Что наш С тобой Друг Олег Лисагор Разом З Тимофеем Нагорным Вони Ты же бачил Да Тренует Колю Нижниковского Вин В него там Вадить проблем Там З ручками Ножками И ось Нещодавно Там Месяц тому Вон 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 Это Вон Вон Меньше Здаётся приймають участь у різноманітних змаганнях, там и важка атлетика, и купа-купа різних других направлений. И люди почали звикати, что с фронта приезжают люди уже, ну так, жахливо сказать, покалічені. Також таки вплив. Скажи, а ты не киянин, але вже багато живешь в Киеве. Какое первое место ты показал гостю Киева? Не помню, вы знаете, потому что я всегда чувствовал себя гостем в Киеве, я сам со Львова, да, родители до сих пор живут во Львове, и я очень долгое время в Киеве тоже чувствовал себя, ну, как гостем, да, приезжал там со Львова с дома там тренироваться в Киев, поэтому, наверное, нужно было мне показывать какие-то места. А сейчас, когда я уже, наверное, ощущаю, что здесь мой дом, то я своих, я живу в Оболонском районе, да, и я друзей, там, своих, которые ко мне приезжают, там, или родственники, или еще кто-то, я всегда веду на Оболонскую набережную, там отреставрировали парк, сделали очень красиво, я им тоже невероятно горжусь, потому что то, что там было, там там заросли, грубо говоря, какие-то, ну, хаотично насаженные, там деревья и набережная, ну, прям, не знаю, там... Дико было, да. Да, правильно, дико очень. А сейчас, ну, таким парком могла бы похвастаться любая, там, страна Европы, да, и его еще дальше будут развивать, не невероятно, я невероятно им горжусь, и я, в первую очередь, веду их туда. Да. А, как ты гадаешь, Виталий Володимирович втримается ось 25 жовтня на кресле Мерзькому? Да, втримается, а что нет? До речи, ось, если он стоит сейчас за тобой, то что ты в него спрашиваешь? Что я в него спрашиваю? Что будет дальше с парком на тазу? Да я знаю, потому что он приехал недавно туда и анонсировал, потому что там мост будет строиться на Болонский остров. Очень красивый. Да, я хочу вас таки... Да, красивый. Такое поддерживаю, ну, то есть... Все в этом плане нормально. Да, честно говоря, не знаю дальше, чтобы прошло. Виталий Володимирович, давайте ныряйте в бассейн, он уже здоровый с ногой своей, может с тобой поплавать, позмагаться. А, кстати, как ты гадаешь, он спортсмен, высококвалификованный. Я думаю, боксерам было очень тяжело смагаться с плавцами. Ну, не смотря на то, что они так же очень физическая подготовка, круто, но они тяжкие. Вы легкие в движениях, а они, ух, тяжкие, я думаю... Да, невероятно тяжелые, такие же эксперименты много раз проводили, когда Майкл Пелс с Шакилом Анилом соревнуется. Взяла Шакила, ну... Майкл Пелс, купаясь, просто расслабленно, проплывая в два раза больше дистанции, еще и очень расслабленно, чтобы Шакил хотя бы хоть как-то проплыл. Зайшел в воду тики. Да, но это известный факт, что плавание это больше технический вид спорта, чем там силовой, скажем. Более... там более гибкие спортсмены, более подвижные у них суставы и так дальше. Например, боксеры, да, они наоборот более сбитые такие, да. Даже по разминке видно, что вот это боксер разминается, а это там пловец. Вот своим ученикам, их можно так назвать, да, я вот всегда вот показываю, как нужно в первую очередь там разминаться, почему нужно стремиться на суше, да, там как рука должна там крутиться, да, расслабленная, такой, знаете, хлесткие, такие движения должны проходить для того, чтобы улучшить даже свою технику плавания или там навык каких-то плавательный в воде. Останнее питание на сегодня. Охарактеризуй себя в несколько словах. Олексей Федина. Скажем так, какой-то... не может характеризовать себя в двух словах, наверное, так скажем так. Олексей Федина амбициозный, скажем так. Несмотря на то, что мне вот недавно преисполнилось уже там 33 года, да, и мне уже предрекают все, что я вот там поправлюсь, у меня скоро пузо должно там вырасти, там в 30 должно еще было, да. У меня уже суставы должны были все повлетать, потому что я профессиональный спортсмен, но чувствую себя хорошо и чувствую, что могу улучшать и могу улучшать свои же результаты. Не знаю, не могу себя характеризовывать, будучи в своем теле. Со стороны как-то мне еще проще получается. Олексей Федини, призер-тап, багаторазовый чемпион параллімпийских игр, был со мной сегодня. А мы уже почемося за неделю. До побачения. До побачения. А что застеснялся и не смог себя? Да я себя всю голосу много слушаю. А ты еще одел наушники, чтобы слушать. Вам оказалось атмосферненько что ли? Эти штуки висят и наушники эта штука тоже, микрофон. Пошли сфоткаемся и все. Вот так вот, всё.